Добрый вечер! Приветствую вас на Щелковском студии программы «Диалог». Я, Ирина Микеда, проведу для вас этот выпуск. По традиции завершаем год встречи с первыми лицами Щелковского муниципального района. Я представляю наших сегодняшних гостей. Глава Щелковского района Надежда Владимировна Суровцева и руководитель администрации Алексей Васильевич Фалов. Спасибо, что согласились прийти. Надеюсь, всем нам сегодня будет интересно, а нашим зрителям особенно. Добрый вечер, уважаемые щелковцы! Добрый вечер! Работаем в прямом эфире, поэтому нам можно звонить и задавать вопросы 56 714 40 714 50. Если вдруг ваш звонок не попадет в эфир, то на телефонах дежурят помощники, все вопросы будут записаны. Я так понимаю, что от наших гостей ответы так или иначе вы получите. Звоните. Телефоны будут на ваших экранах периодически появляться. Так вот, заканчивается год и в Московской области также подведены итоги уходящего 2015 года. Выступая 24 декабря в итоговом эфире на канале 360 губернатор Андрей Воробьев заявил, что год был интенсивным, напряженным, но ситуация в регионе меняется к лучшему и поставленные задачи выполняются. Процитирую, губернатор не сомневается, что Подмосковье будет регионом-лидером. Мы особая земля в истории России и обязаны быть в числе лучших. Так сказал Андрей Воробьев, подводя итоги развития области в этом году. Еще в прошлом году муниципалитетам были заданы ориентиры, как жить, работать и развиваться. Семь принципов идеологии лидерства так называемой. Их прогласил губернатор. Я их напомню, кто может быть не знает. Житель всегда прав. Команда – все. Результат рулит. Ничего личного. Чуткая власть, перемены к лучшему. И демократура. Демократия при обсуждении, диктатура при исполнении, при выполнении. Так вот, о том, как задачи губернатора выполнял в этом году Щелковский район, где у нас случился прорыв, а где нам есть к чему стремиться, мы и поговорим сегодня в этом эфире. Алексей Васильевич, вам задам вопрос. Первый. В начале года произошло знаковое событие в управлении в муниципальном Щелковского района. Произошло объединение администрации района и городского поселения Щелково. Ну или, по сути, районная администрация приняла на себя полномочия городской. Работать начала новая команда. Как я уже обозначила, один из принципов идеологии лидерства – это команда «все». И он там на втором месте. Можете ли вы сказать, что ваша команда – это все? Я могу сказать только одно. Когда мы объединились, основной упор был сделан на то, чтобы оставить лучших специалистов из двух администраций. И мы, в принципе, вышли на результат, когда 96%, которые работают в новой администрации, объединенной, это жители Щелковского муниципального района. А 4% пришли со стороны. Мы делали упор, в первую очередь, на то, чтобы, объединившись, работать эффективно. Достигать тех результатов, которые от нас хотели бы видеть жители Щелковского муниципального района. Ну и плюс получился еще и финансовый результат определенный при объединении, что дало нам возможность поработать дополнительно на строительстве и ремонте дорог, благоустройстве. А в 2016 году экономический эффект, финансовый эффект от этого объединения будет составлять порядка 220 миллионов. Это тоже весомая прибавка к тому, чтобы работать в плане развития, комфорта, проживания и благополучия жителей нашего района. В принципе, у меня принцип простой подбора команды. Если ты работаешь правильно, в соответствии с должной инструкцией, ты не хамишь жителям, ты выполняешь все указания руководства, относишься к жителям, в первую очередь, как слуга народа, ты можешь работать. Если ты таким принципам не соответствуешь, если ты несколько раз отказываешь или надуманные какие-то предлоги выстраиваешь в работе с жителями, то человек не работает. Очень многие уволились. В том числе и те, которые пришли, пытаясь работать со мной в команде извне. Я не разделяю. Свои, чужие, варяги, местные. Должны быть люди, которые работают на людей. Это основной принцип формирования команды. Пока и я не думаю, что команда эта работа так эффективно, как хотелось бы нам. Потому что идет непростой период перетирки. Представляете, после Нового года мы объединились. Потом была такая ситуация, когда работали до времена практически две администрации. Потом из них выкипировались те, которые останутся в основном составе. Это давало определенный дисбаланс, сбой в работе. Но сейчас сформировался тот костяк, который будет работать дальше. Я думаю, что будет работать успешно. Уверен, что будет работать успешно. Я вам этого желаю искренне в 2016 году и в дальнейшем. Спасибо. Надежде Владимировне вопрос. Вы с депутатским корпусом в конце года приняли важнейшее решение. Вы приняли бюджет. Главный финансовый документ района на 2016 год и период еще двух последующих лет. Сейчас так принято на три года, бюджет принимается. Какие были разногласия? Легко ли удалось разработчиками с администрацией их уладить, согласовать? В чем консенсус найден? Какие изменения в бюджет по инициативе депутатов были включены? Охарактеризуйте его, наверное, коротко. И еще год-то непростой был и будет наверняка немногим легче. Можно ли наш бюджет назвать все-таки бюджетом развития, а не просто бюджетом функционирования? Я хотела бы добавить еще и насчет команды. Дело в том, что команда, которая решает все, это команда взаимодействия представительной и исполнительной власти прежде всего. Потому что по отдельности ни одна из ветвей власти достигнуть того результата, на который мы все нацелены, она не может. И здесь, в рамках работы этой команды, я считаю, за последние много лет, впервые у нас бюджет был принят в начале декабря. Он был принят окончательно. Конечно, перед этим были обсуждения, были вопросы, которые ставились представителям исполнительной власти. Мы говорили и о том развитии, который должен пройти район. Но бюджет был принят, и, кстати говоря, когда мы говорим об администрациях, о том, что действительно в феврале только прошло объединение администрации, ведь нагрузка, финансовая нагрузка по содержанию администрации, она легла именно на бюджет района. И поэтому максимально старались передать определенные, может быть, даже где-то социальные функции на бюджет города, чтобы выполнять их в полном объеме, так же качественно, как они выполнялись, и даже лучше. Если говорить о бюджете Щелковского района, то, смотрите, у нас бюджет более 80%, 82% — это обеспечение социальной сферы. То есть это учреждение образования, это учреждение физической культуры, спорта. Если мы говорим о развитии, 82% — социальная сфера, даже больше, где-то 82%, то и развитие этой сферы есть. Почему? Мы закладываем деньги на софинансирование строительства двух объектов общего образования. Это школа в микро районе Солнечный, это пристройка к Медвежьей Озерской школе. У нас также планируется в дальнейшем строительство детских садов. Конечно, за счет инвесторов, которые приходят в район, но и в том числе за счет бюджетных денег. У нас был введен уже в эксплуатацию один спортивный объект, и дальше планируется строительство спортивных объектов. То есть большая часть бюджета — это все-таки бюджет развития. Но хотелось бы, в том числе, чтобы развивалась у нас не только социальная сфера. А так бюджет социально ориентированный. Граждане Щелковского района должны быть уверены, что все те основные полномочия, которые возложены на Щелковский район, они будут выполняться в соответствии с этим бюджетом и выполняться с надлежащим качеством. Спасибо. Все остальные полномочия заложены в бюджет города? Нет, все остальные. У каждого по 131 закону свои полномочия. У нас не идилия с представителями власти? Нет, конечно, не идилия. Мы всегда спорим для того, чтобы все-таки выработать те решения, которые эффективно будут потом работать на улучшение благосостояния и комфорт проживания жителей. У нас, допустим, последние споры были в рамках молодежной политики. Понимаете, то есть депутаты четко отслеживают те действия, которые предлагает испанкотная власть. То есть, допустим, было предложено передать УСК Подмосковье в этом году на бюджет городского поселения Щелково. Для чего? Для того, чтобы дать возможность вот этому спортивному комплексу развиваться, поскольку в бюджете Щелковского района на это средств просто не хватало. Ну, теперь депутаты смотрят, насколько развитие УСК Подмосковье будет или не будет реализовано, да, Алексей Олегович? Ну, да, да. В принципе, и городское поселение может войти в те же самые программы развития. Да, но еще я хотела отметить, что бюджет, понимаете, ведь Московская область один из совершенно немногих регионов, который принял бюджет на три года. На три года. В основном все принимали бюджет на один год. И бюджет у нас, он на 98% программный бюджет. То есть все деньги определены по программам и реализуются программы. На конкретику. На конкретику, понимаете? То есть это не вот просто деньги выделяются на какую-то отрасль, конкретно под мероприятие, а каждое мероприятие, оно, его выполнение позволяет прийти к определенным целевым показателям. А эти целевые показатели, они четко отслеживаются согласно указам президента, которые мы должны выполнять. Ну, о том, как мы их уже выполняем и выполнили, мы поговорим дальше. Давайте сначала поговорим о том, на чем, собственно, экономика держится, поговорим о промышленности. Когда принимали бюджет, экономисты заявили, что в этом году состояние экономики, несмотря на то, что кризисный год, сложный, непростой, но вот все-таки оно у нас достаточно стабильное, оценивается как стабильное. И мы выполнили нормативы, нормативные показатели, по которым сейчас все отрасли, да, по сути, живут. Экономика наша не отстала. Вот за счет чего это удалось? Я думаю, что все-таки это было не так просто удержать ее. Мы всегда были промышленным районом, но объективные причины внешние не могли не сказаться. Пожалуйста, Алексей Сергеевич. Мы всегда были промышленным районом, сегментом сельского хозяйства. И держали довольно-таки высокую плану к свое время по показателям развития промышленности. Но наступило время, когда больше промышленности не развивалось. Это произошло лет пять, вот так вот где-то назад. Стало интенсивно расти жилищное строительство, а рабочие места перестали создаваться. И, соответственно, у нас на данный момент дефицит рабочих мест при существующей застройке 49 800. Минус 49 800, если взять количество рабочих мест, которое должно быть минимальное 90 тысяч. Ну, это провал. Практически все отчисления от налога на доход физических лиц уходят в другие субъекты. Уходят в соседние города, уходят в Москву. Они ложатся в доходную часть нашего бюджета. Да, мы выполнили показатели. Но это бюджет стагнации. Это не бюджет развития. И этот год будет, конечно, непростой. Очень непростой. Я имею в виду 16-й год. Нам необходимо в корне изменить отношения к инвестиционной политике. Мы работаем над тем. Уже, в принципе, приступили к полнокровной работе, к полноценной. И создаем зоны промышленно-промышленно-предпринимательской активности. Для того, чтобы потом найти зоны промышленно-предпринимательской активности. По-разному можно называть. Технопарки, индустриальные парки, зоны промышленно-предпринимательской активности. Как угодно. Но самое главное, что они уже есть. На сегодняшнем совещании вместе с Надеждой Владимировой приняли решение создать рабочую группу. Которая будет работать непосредственно над тем, чтобы искать инвесторов через сайт, через обращение. Министерство инноваций по всем другим субъектам Российской Федерации. Для того, чтобы привлекать к нам сюда, на территорию Щелковского района, людей, готовых организовать здесь свой бизнес. Буквально сегодня встречался я и с нашим знаменитым предприятием Челкова. Храв Documento Amos Rdabba, с днем рождения сегодня. Если можно, от лица нашего стола. Поздравляем с днем рождения. От всех жителей Щелковского района. Стол присоединяется. Поздравляем уважаемый Усальд Задабащич. С днем рождения. Это почетный гражданин Щелковского муниципального района. И человек очень, очень ответственный за развитие Щелковского района. Ну, немного вопросов вы проговорили. В том числе и по экономике. и пришли к единому пониманию, что эта площадка создавать необходимо. И он, в принципе, через свои связи, свои возможности поможет нам для того, чтобы завести сюда инвесторов, да и сам готов уже заходить на ту площадку, которую мы в скором времени ему предоставим. Но суть-то в чем заключается? Вот жилищное строительство росло, росло, промышленные зоны не росли, не росли, а социальные объекты строились, и строились, и строятся. А так как бюджет не получает... А их надо содержать. Да, бюджет не получает дополнительных доходов, то, соответственно, он расходы увеличивает именно социальную сферу. Я с уважением отношусь к Надежде Владимировне. Она долго здесь работала. Это единственная сфера, которая, будем сказать, неранима на территории Щелковского района. И она достойно выдержала все потрясения. И подошла вот к тому этапу, как мы видим, в таком работоспособном состоянии. Даже не удовлетворительном, а в хорошем состоянии. Если брать, по примеру, с другими муниципальными образованиями. Но ей нужны постоянно деньги. Их надо искать. Поэтому мы будем работать над тем, чтобы не только существующие крупные наши предприятия развивать. Не только развивать средний и малый бизнес. Не только давать возможность всему, что придет в Щелковский район, свободно развиваться. Но и искать таких крупных инвесторов. Еще дополнительно более крупных, может, чем у нас есть. И, в принципе, такая работа ведется. У нас есть определенные наработки. Вот нам помогает депутат Московской областной думы Шапкин Владимир Николаевич. Который плотно работает с такими крупными инвесторами. Я думаю, что они тоже зайдут сразу после новогодних праздников на нашу площадку. И работа развернется. Во всяком случае, я считаю, что 2016 год будет годом экономического прорыва. Мы должны поднять свои рейтинги, поднять показатели, доказать всему Щелковскому району, что наш основной упор в работе именно сделан на то, чтобы создать рабочие места и усилить развитие экономики. Через развитие промышленности. Если не ошибаюсь, у нас уже, собственно говоря, запланировано на 2016 год два объекта, которые предполагают создать. Это Валента Фарму. Валента Фармацевтика. То, что мы сейчас показали, это компания «Газпром Космические системы» строит здесь свой спутниковый завод. И депутаты на этих предприятиях, в частности, побывали. Вы возобновили в этом году выезды на предприятия, чтобы, наверное, изнутри посмотреть, как они развиваются. Надежда Владимировна, вот поделитесь. Алексей Васильевич рассказал, как оно должно быть. А вы расскажите, как оно там сейчас есть. Ваши впечатления какие? Вы в конце года очень много таких экскурсий совершили. Пожалуйста, поделитесь. Да, здесь скорее не экскурсии, это скорее такие рабочие поездки депутатского корпуса, знакомства с предприятиями, беседы с руководством. Мы обсуждали проблематику, которые есть. Вопросы, которые мы можем решить, допустим, на местном уровне или те вопросы, которые нужно обобщить и, может быть, какие-то такие законотворческие инициативы выносить на другой уровень, на уровень Московской областной думы, на уровень Государственной думы. Вы знаете, предприятия, которые мы посещали, они нас, в общем-то, порадовали. Порадовали в рамках чего? В рамках того, что, во-первых, происходит такое создание внутренней кооперации. Вот сейчас мы видим предприятие «Техноколор», да, которое производит замечательную краску, мебельные краски, лаки, пользующиеся спросом на, в общем-то, на все... Конкурентоспособную... Да, на все территории России, Белоруссии их закупают. Почему? Вот оно им предприятие. Почему это предприятие было создано? Потому что у нас достаточно большой мебельный кластер здесь, на территории Щелковского района. И закупались такие лаки и краски в Италии в основном. Все, пожалуйста, заместили. Сейчас мебельщики сами закупают и сами производят. Вот мы посмотрели «Валента фармацевтика», вы уже говорили, великолепный корпус, они его запустят где-то к июлю месяцу, они должны его пустить уже в эксплуатацию. Вот предприятие «Стильная кухня», вот «Раникон» предприятие, которое мы увидели. Что важно? Во-первых, не сокращаются рабочие места. Вот здесь как раз Алис Добаевич показывает свое предприятие, свои лабораторные корпуса, где они исследуют болезни растений. То есть очень интересны объемы, которые выпускаются данным предприятием Агрохим. Так вот, сокращения рабочих мест нет. Социальные пакеты предоставляются. То, что смотрели депутаты. Производство полностью модернизируется, вводится в современные линии. То, что сказал Алексей Васильевич, нам необходимо развивать предприятия всех сегментов. Малого бизнеса, среднего бизнеса, крупного бизнеса. Для этого в администрации проводится большая работа. Но и депутаты в рамках такой, я бы так сказала, не только просветительской деятельности, не только изучения, но и работы с другими какими-то сегментами стараются эту работу активизировать. Сейчас это самая главная задача. И вот мы тоже анализировали. Вы знаете, Ир, какой идет перекос? Вот нам, наверное, Алексей Васильевич, и вам, да, и мне приходится порой отвечать на вопрос. Вот почему уже так? Почему уже не сделали? Самое плохое обсуждать то, почему уже не сделали. Надо делать. Надо сейчас делать. Да, ситуация сложилась так. Ситуация сложилась так, потому что... Вот почему, извините, что прервусь, да? Почему произошло объединение администрации города и района? Ставились разные задачи. И когда район, неся бремя нагрузки социальной сферы на себе, говорил, ребята, надо производственные парки, надо приводить бизнес, город был заинтересован в том, чтобы велось, в общем-то, да, строительство жилищное. Различные ставились цели. Сейчас цель одна. У нас достаточно жилья, у нас достаточно... Благодаря губернатору огромное ему спасибо, что он взял в свои руки, по крайней мере, ту проблему, что у нас теперь жилье сдается социальными объектами. Но нам нужно решать вопрос, за что это все содержать. Да, создание... Создание индустриальных парков, промышленных парков, зон. А самое главное, знаете, создание определенной такой инвестиционно-привлекательной среды в Щелковском районе. А ведь это зависит очень от многого. Не только от транспортной логистики, но и от самих взаимоотношений внутри общества, которые есть в Щелковском районе. Ну вот, мне кажется, так. Вот у нас депутаты, они по предприятиям как бы ездят, набирают там опыта, получают информацию определенную. У них совсем другой взгляд на существующее положение и совсем другое отношение к администрации. Они понимают, что только вот вместе мы можем создавать будущее для того, чтобы появились новые рабочие места, новые производства, запускались дополнительно земли, всего, с оборота. То есть мы понимаем, что это совместная работа. Депутат, он смотрит, контролирует, как бы анализирует и выдает свои определенные посылы исполнительной власти. А исполнительная власть и свои использует возможности. И плюс еще, как бы дополнительная информация от депутатов. Это дает свой эффект, свой положительный результат. Спасибо. Меняем тему, а может быть и не меняем. Мы в прямом эфире, напоминаю, 56-714-40-714-50. Наши телефоны, можно звонить. И у нас есть звонок на линии. Давайте послушаем. Здравствуйте. Кто дозвонился нам? Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем. Меня зовут Надежда Юрьевна. Я бы хотела поблагодарить Надежду Владимировну, Алексея Васильевича с тем огромным трудом, который велись в этом году. И ту огромную работу, которую вы проделали. Хотела бы вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам благополучия, успехов в вашем нелегком труде. И, если возможно, вопрос. Скажите, пожалуйста, что предполагается в 2016 году по открытию новых рабочих мест в Челковском районе, чтобы снизить маятниковую миграцию? Второй вопрос по благоустройству. Опять-таки, заметно, как хорошо наш город хотелось бы дальнейшее развитие в плане благоустройства узнать по конкретности, что предполагается. И больной вопрос по платежным документам, по корректным выставлениям. Надеемся, что в 2016 году действительно мы увидим корректный платежный документ, и все жители будут довольны. Это по ЖКХ, да? Огромное спасибо. Ну, платежка. Да, видимо, по ЖКХ. Ну, вот. Ну, вот начнем с последнего. Я всех прошу все-таки платить по платежкам Мособлайерц. Мы прошли такой период непростой, когда понимали, что за ресурсы платить нечем. Это была бесконечная череда совещаний, вызов правительства. И мы понимали, что дальше так идти нельзя. Поэтому, исходя из тех указаний, которые дал губернатор, мы настроили свою работу о том, чтобы наш районный ИРЦ перешел по своей базе данных Мособлайерц. Соответственно, выпущены были платежные документы соответствующего образца. Да, есть некорректности. Есть. Я вот готов здесь в прямом эфире извиниться за то, что так произошло с управляющими компаниями, за то, что у нас так произошло с платежными документами. Но это пусконаладка, которая должна привести к тому, чтобы управляющие компании поняли, что они никому больше не принадлежат, а принадлежат народу. И что народ будет их выбирать или убирать. И, соответствующим образом, не будет больше выстраивать мошеннический схем для того, чтобы выводить эти деньги куда-то там на свои цели, а не нам на квартирные дома и не ресурсонабжающие организации. Все равно момент истинно наступит. И уголовные дела уже возбуждаются по тем, кто таким образом вел свою работу на территории Щелковского района. Ну и, соответственно, платежные документы тоже корректируются и войдут в ту программу, которая работает по всей Московской области. У всех так было. Два-три месяца была корректировка данных в платежных документах. Потом все это становилось нормально. Поэтому я еще раз просто прошу прощения за это. Как раз хотел спросить, сколько времени потребуется на... Я думаю, в конце февраля все это закончится. Да, все будет нормально. Платежные документы заработают единые для всех. И единственная просьба, как я уже сказал, платите по документам Мособлигерс. Потому что там идет нормальное расщепление и на управляющие компании, и на ресурсонабжающие организации, чтобы к середине 2016 года у нас не допустился бы коллапс. Мы чтобы не допустили коллапс по перечисление средств ресурсонабжающим организациям. По созданию рабочих мест мы ведем работу. Очень интенсивно. Но, к сожалению, в этом году, в 2015 году, всего лишь 400 рабочих мест. Ну, тут минимум. Абсолютно нет. Конечно, необходимо в следующем году хотя бы 2-3 тысячи рабочих мест создать. Над этим будем работать. Я обещаю, что отчитаюсь по результатам этой работы. И, соответственно, второй вопрос. Первый, последний. Второй. По благоустройству. В смысле, центральный вопрос. По благоустройству. По благоустройству. Что планируется благоустроить еще в городе? По благоустройству много что планируется. Достаточно большой объем работы. Мы, в принципе, с депутатами все проговорили. Основной упор будет сделан, конечно же. Вот мы сейчас получили прорыв года премию 30 миллионов. Я сказал, вот мы же дополнительных получили неоткуда. Как бы, ну, неоткуда. От губернатора. Ну, тем не менее, просто так. Вот как с неба свалилось. Поэтому 30 миллионов будем тратить на то, чтобы в следующем году все прилегающие территории к дорогам в порядок привести. Они находятся в неухоженном состоянии. Посмотрите, какие у нас деревья вдоль дорог растут. Все больные. Все кривые. Ну, кустарникам обросшие. С мёдом в течение стольких лет забросанные корни уже погибли у этих деревьев. То есть надо поработать в том плане, чтобы сделать эстетику прилегающей территории к дорогам. Надо отремонтировать все водоотводные канавы. Надо сделать всё возможное. Вот сейчас начали ремонтировать ливневую канализацию по центральной улице. Уткнулись. Представляете, как раньше сделали ливневую канализацию? Идёт труба ливневой канализации, потом труба газовая. Так они взяли несколько труб, мы обошли эту газовую трубу и дальше пошли в большую трубу. Соответственно, не работает ливневая канализация. Сейчас сидим, думаем, как байпасом сделать эту газовую трубу для того, чтобы был проход канала для ливневой канализации. Многие есть вещи, которые, конечно же, надо переделывать. На это будут тратить средства. Ну, плюс ещё внутридворовые территории. Плюс пешеходные зоны. Плюс парк. Плюс-плюс-плюс. Там по плюсам можно всё наговорить. Но, в принципе, мы эту программу благоустроим, конечно, опубликуем в следующем году, чтобы вы видели, что мы конкретно будем делать на территории Челоковского района, исходя из тех средств, которые запланировали на Совет депутатов и дополнительных средств, которые мы внезапно получили. Ну, о том, за что вы их получили, мы ещё поговорим чуть попозже обязательно. Не могу я обойти вниманием эту тему. А пока вот другое давайте. Ещё один прорыв года. Указ президента о том, что до конца 2015 года нужно ликвидировать очередь в детские сады для детей 3-7 лет. Надежда Владимировна, я вам задам этот вопрос. Потому что в конце года, со вводом второго корпуса детского садика «Солнышко» в Лукино-Варене, наша очередь свелась к нулю. Правильно? Актуальная очередь. Да, актуальная очередь. Актуальная. То есть детей от 3 до 7 лет. Она свелась к нулю благодаря тому, что мы выполняем указы президента. И до 1 января 2016 года, вы знаете, мне, например, очень приятно говорить, потому что, Ирина, когда мы в диалогах встречались, вы говорили, Надежда Владимировна, я говорила, к 1 января сведётся. Да, когда очередь, да. Совершенно верно. Обозначьте, какая актуальная очередь. Вы каждый раз называли цифры, они уменьшались, но всё равно вот сейчас вы можете сказать, что нуль. Правильно? Сейчас мы можем сказать, что все дети, которые от 3 до 7 лет, которым необходимо, потому что есть, которые стоят в очереди, говорят, а мы хотим вот именно вот в этот и вот ни в какой другой детский сад и так далее. Очередь сведена к нулю благодаря тому, что этим вопросом занялись целенаправленно и комплексно. У нас количество детских садов, которые мы сдаём каждый год, возрастает, правильно? Из года в год всё больше и больше. Причём из различных источников. Как инвесторы строят при застройке микрорайонов, так у нас строятся сады за счёт федеральных областных средств при софинансировании бюджета Щелковского муниципального района. Детские сады становятся всё в Сарюмени, всё лучше. Вот детский сад Лукино-Варина – это детский сад с бассейном, правильно? Детский сад «Золотая рыбка», который мы сдавали, детский сад с бассейном. То есть это не просто детские сады, а те детские сады, в которых можно реализовывать все программы для оздоровления детей. А мы вот показываем как раз «Солнышко» второй. Он называется «Вторая очередь»? На самом деле это отдельно стоящий садик. Вы знаете, как это не вторая очередь, это комплекс, кстати говоря, очень интересная мебель в этом детском саду. Надо инвестору сказать спасибо, он так подошёл с душой к тому, чтобы покупать мебель в этот детский сад. Дело в том, что в рамках оптимизации тоже вопрос такой достаточно болезненный проходил. Ведь как много вообще прошло процессов в этом году, понимаете? И говорить о том, что какие итоги, так много процессов реализовано, процесс оптимизации. Это когда один руководитель, у которого два здания. Вот одно здание 42-го детского садика находится, и вот второе здание совершенно новый корпус. Но руководитель там очень активный, Тамара Ивановна, которая может управлять и хозяйствовать даже двумя такими зданиями. Там же 300, если не ошибаюсь, даже больше 300 мест, да? Нет, в этом детском саду не 300 мест, а где-то 250 мест. Ну, до 285 может наполнение быть этого детского садика. А в общей сложности, конечно, общий объединённый детский сад будет уже порядка 400 мест. Алексей Васильевич, вам есть чем продолжить эту тему? У нас в следующий год ещё 6 детских садиков спланировано сдачу. Это Новый городок, Перседский перевод 24, это у нас Медежо-Озёрский детский садик, это Потапово, это Гребнево-Янечково. Вот ещё 6 детских садиков. Поэтому мне просто, конечно, приятно это констатировать. То, что будет не только закрыта актуальная очередь, но и по месту проживания, соответственно, компактному проживанию родителей и детей, будет уже выбор места ближе к детскому садику. Так, а пешеходная доступность будет прям совсем другая? Пешеходная доступность, совершенно верно. Единственное, вот как бы, над чем мы говорили в самом начале, и сейчас могу сказать, что нагрузка на бюджет соответствующим образом возрастёт. И возрастёт значительно. Мы должны будем работать день и ночь для того, чтобы всё-таки найти такую нишу золотую, где доходная часть бюджета наша вырастет. Поэтому будем на этом работать. Ну, плюс ещё спланировано строительство двух школ. Это в микрорайоне Солнечный, в микрорайоне Медвежа-Озёра, в Жигалово потихонечку, полигонечку приступаем к строительству школы. Там начальный этап проектирования, да, мы выделили деньги в бюджете, кстати говоря. Потом идёт следующее у нас строительство школы. Это пристройка к 11 школе. На Чкаловской. У нас непростая ситуация с детскими садами в микрорайоне Чкаловской. Тоже будем искать возможности, чтобы зависеть до инвестора. И если всё удастся, мы пройдём, соответственно, Межрежевестную комиссию, Градсовет Московской области, то мы сделаем билдинг-сад на базе старой 11 школы, отремонтируем её. И ещё один детский садик будет построен в микрорайоне Чкаловском на месте, где будет микрорайон строиться для космонавтов, для офицеров и так далее. То есть там тоже будут построены детские садики. Нам бы хотелось, конечно, чтобы программа, социальная программа, она не сбавляла темпов. Поэтому мы сделали всё возможное, чтобы в следующем году эта программа, ну, как бы говорить, произошла программу 15-го года по показателю. В следующем году у вас ещё одна задача. Это ликвидация или уменьшение второй смены в школах. Вот две новые школы открыли. Мы смотрим сейчас картинки как раз на экране. Губернатор приезжал, Антин Матвиенко приезжал. Оценили масштабы работы в Чкаловском районе. Как со второй сменой-то будет? Ира, я вообще хочу сказать, что к 1 сентября 2015 года Чоковский район, ну, пожалуй, Алексей Васильевич был единственным в Московской области, который к 1 сентября сдал две школы. Правильно? Да, об этом было. За счёт средств инвесторов. У нас было 2442, по-моему, да? 2442 человека во второй смене учились. Сейчас вот посчитать, не могу сказать. Может быть, вы более, так сказать, информацию... Нет, дело в том, что мы не можем сейчас... У нас процент уменьшился. Процент несколько уменьшился, количество людей, которые во второй смене обучаются. Но нам-то важно что? Мы знаем, что самый больший процент обучающихся во второй школу в городе Щёлково. Здесь не хватает, понимаете, школ. Именно в городе Щёлково. И в Медвежево. Поэтому губернатор услышал обращение жителей. Оно поддержано было и партией нашей, и Единая Россия. И как бы вот нас включили в программу. Мы очень рады, мы очень благодарны губернатору за то, что включены в программу строительства школ. Но потом, Ирина, знаете, вот мы сидим, всё-таки диалог, да? Но он располагает к беседе, тем более предновогодней. Можно много говорить, критиковать или ещё что-то. Знаете, как пошагово всё решается? Вопрос с детскими садами практически решён, указ президента. Сейчас президент, госсовет собирает по вопросу общего образования. Ликвидации второй смены. Поставлена задача губернаторам. Мы на местах эту задачу не просто готовы решить, мы её будем решать, правда, Алексей Васильевич? Да, обязательно. Всеми возможными силами и средствами. Инвесторы всё прекрасно понимают и строят школы. И я ещё, знаете, такой вот скажу момент. Социальные объекты, это в том числе тоже рабочие места. Количество детских садов, это тоже рабочие места. Но дело в том, что здесь как бы не производится какой-то продукт. Здесь даётся услуга, да? А нам нужно, чтобы всё-таки... Нет, здесь производится самый главный продукт. Я знаю, о каком продукте я говорю, Алексей Васильевич. Так точно. Я говорю о том, что... Здесь будущее России. Да, что здесь самое главное. Мы фактически формируем будущее нашего Щёлковского района, будущее нашей России. Поэтому и бюджет такой социальный, поэтому и столько средств. Поэтому и построено столько всего, и ещё будет построено. Да, и поэтому делается всё, и поэтому, как бы там, как бы Алексей Васильевич не говорил, что вот где же там промышленность, а я знаю, что на самом деле всё, что касается социалки образования, он не может сдержаться и делает... Для нас, для всех это большое удовольствие делать для наших детей те условия, которые они достойны в такой стране. Я вам даже больше скажу. Знаете, мы сегодня, допустим, утром встретились перед совещанием. Первый вопрос. Казалось бы, надо нам обсудить там вот рабочие места. Мы говорим, так, как там горка-то построится, а какая она будет? А с подсветкой? Понимаете, потому что мы знаем, что надо эту горку на площади Ленина сделать такой, чтобы семьи во время зимних каникул приходили, общались, понимаете, чтобы это было центром притяжения хорошего семейного новогоднего отдыха. Центром, да, семейного отдыха. Понимаете, семейного отдыха. Потому что семья – это самое главное, что есть. Когда откроют горку, то уж Новый год после завтра. Тридцать первого. Все положено. Тридцать первого. Алексей Васильевич, я на рабочем месте. Наверное, съедем с горки. Сегодня ночью лед доведут с Карелии остатки льда и как бы закончим. Карелия льда уже не будет до остатки льда. Остатки льда из Карелии. Остатки льда для строительства горки. Не пугайтесь так, Карелия, как же без леда. Я понимаю, у нас снега не было долгое время, да и сейчас не особо. Поэтому она у нас потаяла чуть-чуть. Дошлось дополнительный лед заводить. Там построили городок еще из этого льда. Так что не такой уж он дополнительный, его хватило. Хорошо, ждем горку. А пока, уважаемые гости, я предлагаю прерваться на несколько минут, посмотреть полезную рекламу. Потом, через три минуты мы в студию вернемся и продолжим наш диалог с руководителями Щелковского муниципального района. Возвращаемся в студию программы «Диалог». Сегодня подводим итоги года с руководителями Щелковского района, глава Щелковского муниципального района Надежда Сурбцева и руководитель администрации Алексей Валов у нас в эфире. Напоминаю, что эфир прямой. 56-714-40, 714-50, можно звонить и задавать вопросы. Ни один вопрос не пропадет, даже если в эфир не попадет. Ответ вы так или иначе получите. Звоните, пожалуйста. Следующий вопрос мой. Еще одно событие этого года. Мы о нем, конечно, уже говорили. Но говорили мы о том, что отреставрирован, отремонтирован, реконструирован в общем лагерь юно-армеец. Мы говорили, когда там уже вовсю шла первая смена, а может быть даже и вторая. Лето прошло. За лето порядка 600 детей там отдохнули в лагере юно-армеец. Но лагерь-то не закрылся, не законсервировался на зиму. Он продолжает работать. Расскажите, пожалуйста, какие виды на него в дальнейшем. Уже несколько мероприятий прошло. Вот мы посмотрим сейчас, как они проходили. Будут ли там детские смены также в каникулы организовываться или что-то еще? Ну, у нас видны эти лагеря только одни. И у Совета депутатов, и у исполнительной власти. Все, что мы делаем, или как по-другому сказать, все лучше принадлежат детям. Дополнительные мероприятия, которые там проводятся, они тоже важны. Но для нас самое главное, конечно, устроить детский отдых. Вы же знаете, сколько раньше было пионерских лагерей. Вокруг Щелково и вообще в Щелковском районе. И все они рабочие были. Во всех были дети. А тут вот благодаря работе администрации был только один лесная сказка. Соответственно, там тоже определенный был сегмент детей. И мы, когда я пришел сюда, с Надеждой Владимировым первым делом занялись тем, чтобы восстановить юнормейцев. Непростая была работа. Мы благодарны меценатам, те, которые бескорыстно вложили средства в реконструкцию, строительство и, соответственно, эксцентрический ремонт этого лагеря. Была проделана огромная работа. Просто огромная в короткой сроке. И я еще и благодарен строителям, те, которые там работали. Но мы установили сроки к началу первой смены юнормейцев сдали. И там порядка 600 где-то детей за летний период оздоровились. Я думаю, что и дальше там так будет продолжаться. Соответствующим образом, мы провели ряд встреч по дополнительным элементам, которые мы будем делать в следующем году. Уверен, что они тоже будут построены для того, чтобы как можно больше было спортивных площадок, как можно больше было спортивных сегментов на территории этого лагеря. Для того, чтобы дети более активно развивались. Но раньше там, например, не было бассейна. Теперь он появился. Для того, чтобы дети купались, мы вычтили суворовские пруды, которые были в заросшем состоянии и представляли собой жалкое зрелище. То есть мы там сделали целую площадку для того, чтобы детский отдых, любого возраста детского отдыха, был комфортным и интересным, самое главное. И, в принципе, мы сделали все возможное, чтобы это состоялось. Надежда Владимировна хочет явно что-то добавить. А вы знаете, у нас так интересные акценты сместились. Смотрите, Алексей Васильевич про детей рассказал, что самое главное для детей. Хотя я добавлю, что смена у нас зимняя есть в этом лагере, да? И путевки там уже, так сказать, проданы, но еще, по-моему, есть. Можно еще обратиться в комитет по вопросу организования. И в лагере, каникулы там, да. Но что очень важно, ведь у нас в юноармейце за этот период, после того, как летний оздоровительный отдых закончился, и до того, как в осенние каникулы туда дети заехали, прошло очень много мероприятий. Во-первых, наш районный молодежный форум. Прошел форум работников культуры. Прошел семинар с депутатами всех депутатских корпусов, всех поселений. То есть это те мероприятия, которые проведены были на базе, реконструированной базе, которая теперь принадлежит Щелковскому муниципальному району. А самое главное, что проведя эти мероприятия, мы и знакомили жителей Щелковского района, депутатов, работников культуры, да, молодежь, с тем, какая замечательная у нас есть база. И вы знаете, я, например, слышала только слова благодарности. Очень многие не видели и не представляли, какую базу мы получили. И там, может, Алексей Васильевич, не очень удобно, но я хочу сказать, что благодаря вот его неуемному труду, просто неуемному труду... Нашему общему труду, мы все вместе там работали, все вместе переживали за то, чтобы он был построен в свое время, но там нет таких уж. Ну как, вы знаете, вы же человек военный... По три раза в неделю туда ездил, проверял, как там строится. Я даже не по три раза в неделю. Человек военный, он знает, что, конечно, в атаку идут все вместе. Ура, кричат, и все. Ну, вообще-то должен быть командир, который войско ведет в атаку. Вот, Алексей Васильевич, здесь я человек прямой, всегда говорю. Спасибо, когда есть за что. Огромное вам спасибо, жители Щелковского района. Спасибо, товарищ командир. Слушаем вопрос зрителей, что нам скажут. Здравствуйте, кто нам дозвонился, мы слушаем. Вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте, Ермакова Людмила Павловна. Уважаемый Алексей Васильевич, вот мы, жители Дальнего Воронка, знаем, что на нашу территорию пришел новый застройщик. Хотелось бы поинтересоваться, есть ли план развития нашего района, что очень хочется видеть наш район в будущем, в следующем, в новом, в устроенном. И второй вопрос, будет ли проводиться общественное слушание в присутствии застройщика с жителями района? Если будут, то когда? Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ответ, пожалуйста. У нас какой-то день был такой, когда мы совещание проводили вместе с Надеждой Владимировной, она зашла в кабинет, а я стою со Станиславом Санычем положенцем, и мы на высоких тонах выясняем, почему... На хорошем русском языке разговариваем, пришла женщина, все... Выясняем, почему до сих пор проект планировки Дальнего Воронка не прошел согласование главархитектуры. Он оправдывается, я уже начинаю весь краснеть, зеленеть, и потом, после этого, пошел процесс, естественно, убыстрения этой работы. Но опять затык. Сам поехал в главархитектуру, в главархитектуру. Средился с начальником главархитектуры Градиенко, Слава Валерьевичем, и говорю ему, Слава Валерьевич, вот смотрите на меня, я знаю, как там люди живут, я там был в этих домах, если, дай бог, там прибьет какой-нибудь человек или ребенка, как вы мне сможете смотреть в глаза? Я прошу вас, ускорьте работу, ускорьте работу, чтобы принять проект планировки и дальше запустить строительство. Вот, честно скажу, буквально две недели кипела эта работа, на данный момент проект планировки проходит окончательное согласование, и вот-вот мы хотим буквально после Нового года, максимум, до конца февраля, начинать уже копать первый котлован. Для того, чтобы сначала, конечно, расселим там 26 семей первых домов, которые подлежат расселению, а потом на этом месте копать первый котлован. Уверен, что это должно состояться, просто уверен, нельзя по-другому уж. Слишком непригодный жилой фонд, крайне непригодный. Когда уже, понимаете, ну, внутри подъезда стены внутри начинают вваливаться, когда все осыпается, когда в таком состоянии находится инженерная коммуникация, мы понимаем, надо что-то срочно делать. Такая ситуация не только на Дальнем Воронке, вы знаете, на Центральной улице такая ситуация, и на новой фабрике такая ситуация. На новую фабрику, слава богу, наконец-то уже нашелся инвестор, наш Агекиан Григорий Валерьевич, опять же, меценат, который нам, между прочим, юнормеец строил. И он туда пришел, потому что многие отказывались. Невыгодный проект абсолютно. Но он согласился, и дай бог, чтобы это все состоялось там и на новой фабрике. По всем поселениям проходит непростая работа, по заключению договора развития застроенной территории, или проведения аукционов по выполнению этих работ. Сложное время. Сложное время мы на данный момент здесь, на территории, обладаем слишком ограниченным сегментом полномочий. Ну, как говорит губернатор, первый ключ. Поэтому мы первый ключ-то как бы поворачиваем, отдаем документы, а там начинается работа профессионалов. Профессионалов более высокий уровень, конечно, чем в районе, которые ищут все, любой как бы недостаток в том, что мы отдаем материалы, и вот такая процедура немножко затягивается. Но я при последнем посещении губернатора еще раз сказал, уважаемый Андрей Ильич, прошу вас, очень больная проблема. Это жилье, непригодное для проживания, аварийное жилье. Ну, 121 тысяча квадратных метров. Это очень много. Дал слово, что поддержит и поддерживает. Уверен, что после Нового года, я уже сказал, в феврале мы будем первый котлован под новый дом готовить. Ну, а по публичной слушании, конечно же, как только будет готов проект планировки, мы все соберемся и пройдем в публичную слушание, чтобы вы понимали, какой будет микрорайон. Спасибо. Вот вы говорите непростое время. А дай бог, чтобы нам сегодня эфирного времени хватило перечислить, хотя бы просто назвать все те положительные итоги года, о которых мы сегодня говорим. Я предлагаю следующую тему. Следующая тема – это вот к концу года сдаются два крупных спортивных объекта в Щелкове. Уже сдана ледовая арена, и сдается ФОК на Дальнем Воронке на улице Центральной с залом для единоборств. Что там ждет в этих двух объектах жителей Щелково, о чем, может быть, еще не рассказано ни нами в эфире, ни другими средствами массовой информации и соцсетями? Надежда Владимировна, я думаю, что она очень внимательно смотрела за строительство этих спортивных объектов. Нет, мне почему-то кажется, что неоднократные визиты сюда звезд фигурного катания, они неспроста. Мне так кажется. Ты говоришь, допустим, да, какова ситуация и так далее. Вот сегодня, несмотря на предновогоднее некоторое настроение, совещание, которое было, у нас, да, традиционное, 10 часов, и там был задан вопрос непосредственно на зам руководителя администрации, который курирует социальную сферу. Юрий Николаевич, мы буквально, да, когда? Недельник? Открыли ледовую арену. Как дела? 22 и 25. Ну, в общем, короче говоря, вот буквально еще неделя не прошла, на днях мы открыли ледовую арену. Как дела? Он сказал, Надежда Владимировна, Алексей Васильевич, катаются полностью все время у нас, забито для посещения граждан. Но кроме этого, у нас там обязательно возобновится, потому что очень хорошо, кстати, в сюжете у вас прозвучало, что у нас в Щелковском районе на хорошем уровне готовили специалистов или фигуристов, да? И это действительно, вот я сама помню, я выросла в Монина, у нас не было ледового катка, у нас была маленькая коробочка. И мы все там маленькие занимались фигурным катанием, там, садились на пистолетик, кто мог, там, ласточку делали и так далее, и тому подобное. И вот сейчас, сейчас вот в этом сюжете... Это же привозные пока, да, вот катаются, не наши. Ну, это те, которые не тренируются. Здесь есть жители Щелковского района, но у них не было места для тренировок. Базы не было для тренировок, соответственно, они тренировались в других местах. Конечно, у нас прекрасная детская и юношеская спортивная школа, там просто будет открыто отделение фигурного катания. У нас будет 10 групп фигурного катания, 10 групп хоккея. Хоккея. То есть порядка 300 человек, виноват, 600 человек будет заниматься. 300 там, 300 там. А по ночам простым смертным просто покататься. Вы знаете, мне... Пожалуйста, да, ночная хоккейная лига, все что угодно. Да вообще просто покататься, когда погода не позволяет. Видите, какая у нас зима? Слава богу, мы вот наколдовали... Нет, социальный сегмент будет обязательно бесплатный. Алексей Васильевич, слава богу, мы с вами наколдовали снег и мороз в субботу. Вы пока только мороз наколдовали. Да, да, только наколдовали. Снег вы еще не наколдовали. Ну, чуть-чуть выпало, но что? Мы еще, подождите, Деда Мороза вызовем завтра поколдание. Вы еще учитесь, я поняла. Нет, я просто, знаете, о чем хочу сказать? Вот у нас иногда идут споры в сетях наших, интернет-сообществ идет спор. Некоторые нам оппонируют, говорят, что такое ледовая арена, это вообще прошлый век, 19-20 век. Да, нужно нам зеркало воды, бассейны нам нужны. Будет зеркало воды, бассейны. А я считаю, что в Щелковском районе, где не было ни одного крытого катка, получить в городе Щелково, да это просто мечта. Которая работает, кстати, у меня тоже так обращался один ко мне, как бы, ну не знаю так, в общении по Твиттере, говорит, ну когда же откроют? Я думаю, боже, как же с датой-то не промахнуться? Говорю, ну до 1 января точно откроем. Вот открыли. И тот фоб, который на централе. Из-за имени Муислава Александрович Тертика, приезжала Ирина Слуцкая, Ирина Роднина, и все, как бы, высказывают свое желание работать у нас. Когда увидели, как бы, сооружение, увидели квас-сооружение. Я же говорю, неспроста приезжали, неспроста приезжали. Да, неспроста приезжали, поэтому здесь будет и школа хоккея, и школа художественной. Фигурное катание. Фигурное катание, да, и поэтому здесь все будет. Ну и близится у нас открытие на центральный, да, около нашего парка. Еще одного фока игровых видов спорта. Вот уже практически. Обидно. На выходе. Чуть-чуть, что перед каникулами не смогли. Чтобы провалили паркетчики, поставку паркета. Вот это обидно. А все остальное, конечно, лучше сделать хорошо, но чуть запоздать, мне кажется, чем потом переделать. Ну да, я сказал, главное качество. И вы знаете, очень важно, что, в принципе, депутатский корпус, кстати говоря, городские депутаты, они очень ответственно относятся к тому, чтобы было равномерное распределение вот таких объектов по городу Щелка. Потому что сейчас, получается, вот в этой части города у нас есть бассейн около шестой школы и гимназии. У нас есть теперь львы, да, ФОК. У нас есть ОСК Подмосковья для легкоатлетических, ну, там, борьбы, гимнастики. Там многофункциональный. У нас с той стороны, получается, уже на центральной, сейчас откроется многофункциональный игровой ФОК. И теперь, конечно, бросятся у нас спортивные объекты на той части, за рекой Клязьми. Ну, что и будем планировать. Мы планируем, обязательно. У нас еще, хочу дополнить, сегмент того, что в процессе благоустройства сдаются много спортивных объектов плоскостных. И для воркаута площадки очень замечательные. Поэтому там есть возможность заниматься тоже. Не просто сидеть там на скамейке, семечки возгать или пиво пить, а вот именно заниматься спортом, массовым спортом в дворах. И это, по-моему, будет продолжаться. Я еще хотела от социальной сферы немножко дойти. Ты извини, пожалуйста, я, может, и там план перебила. Но смотри, как интересно получается. Мне вас слушать очень интересно. Чтобы жители понимали, вот какая колоссальная нагрузка по ветхому жилью в городе Щелково. Просто колоссальная, да? Наверное, вот мы здесь как бы не прискорбно было по ряду стечения обстоятельств, но одном из таких вот мест не очень хороших. И нам необходимо вводить застройщиков, чтобы был снос ветхого жилья, чтобы строить жилье, соответственно строить, кроме социалки, еще экономика не должна у этого застройщика тоже пострадать, да, квартиры. И в то же время это увеличивает дефицит рабочих мест. То есть здесь вот такой вот замкнутый круг. Очень сбалансировано нужно подходить ко всем вопросам. Совершенно верно. По проекту планировки, когда мы были у Градиенко, начальника фрагитектуры, если мы введем все существующие проекты планировки, то мы добавим минус еще 41 тысяч. Представляете, это потому, чтобы ликвидировать ветхое жилье. Мы ликвидируем ветхое жилье, в то же время добавляется количество жителей, и плюс социальных объектов мы еще больше нагружаем бюджет. Вот этот баланс очень тяжело сообразить. Год прорыва в экономике должен быть, просто прорыва. День и ночь будем работать для того, чтобы пойти вперед. Да смешно. Сегодня приходит Сбербанк, да, мы с ним разговариваем, а я ему первое говорю, у вас есть какие-то ваши, так сказать, коллеги, которые в вашем банке обслуживаются, которые готовы инвесторами зайти к нам в Щелковский район? Единственная тема, которую обсуждаем со всеми, кто приходит. Совершенно верно. Поэтому я всегда говорю, уважаемые неравнодушные руководители, ищите друзей, ищите тех людей, которые могут зайти к нам в район, на те промышленно-привлекательные площадки, промышленно-инвестиционные площадки, которые мы уже практически подготовили, на данный момент 1136 гектар. Эту землю мы подготовили. Поэтому нам желательно, конечно, чтобы все, кто может, все, кто имеет возможность, в четверг в 10.30 у нас будет проводиться инвестиционный час каждую неделю. Каждую неделю. Соответственно, любой житель может прийти и сказать, я готов привнести инвестиции. Прямо с 31 декабря и начнете? Ну ладно, с 31-го-то уже совсем. 11-го числа, вот как закончим, и первый четверг уже инвестиционный час. Нет, вы знаете, Ирина, можно я здесь прерву? Но я уверена, что если 31 декабря придет инвестор, который готовит, Алексей Васильевич лично проведет инвестор. Мы его встретим, обаятся. И сделаем все возможное, чтобы он изучил наши промышленно-привлекательные инвестиционные зоны. Вы, Алексей Васильевич, когда говорите о том, что надо привлекать инвестиции, о том, что надо развивать экономику, вот на первое место, ну или на одно из первых мест, проблемы логистики транспортной всегда выносите. Я хотела бы тоже об этом поговорить, о развитии дорожной сети в Щелковском районе. Но у нас вопрос сначала, давайте послушаем. Слушаем, здравствуйте. Добрый вечер, вопрос к Алексею Васильевичу. Хочу поздравить вас всех с наступающим Новым годом, присутствующей в студии, от автолюбителей города Щелково и услышать ответ на вопрос, когда же у нас все-таки в городе появится второй мост? Мы все это очень ждем. Вот и вопрос у нас в тему. Спасибо. Спасибо. Есть у нас такой Иван Иванович. Историю просто скажу. Иван Иванович Сергеев, почетный гражданин Щелковского района. Так вот, он проблемы этого моста еще знает, наверное, лет 20 назад или 15. Благодаря Ивану Ивановичу был построен путепровод под железной дорогой. Дорогу эту он строил. Вот это Иван Иванович. Так вот, Иван Иванович нам помог и в данный момент с принятием решения построить мост через Клязьму в продолжение улицы Фабричной. Приехал Валентина Ивановна, губернатор уже знал по дороге о том, что этот мост необходим. И губернатор, он же такой у нас, он прагматичный. Он начинает спрашивать жителей, мост нужен? Да, Андрей Юрьевич, мост нужен? Да, Андрей Юрьевич, мост нужен? Да, Андрей Юрьевич. Поворачивайся ко мне. Что, точно мост нужен? Андрей Юрьевич, да вы что? Это все, поймите. Мы развязываем сразу экономику на промышленную зону. Весь большегруз пойдет по этому мосту, по этой дороге на промзону, где можно создавать дополнительные промышленные площадки для инвестиций. Мы готовы разгрузить практически на 10-15 тысяч автомобилей по центральному мосту. Сбросим поток. Пролетарку, да. Да, с пролетарки. Вот, он, ну все, когда они улетели, какое-то время прошло, губернатор проводит совещание, и там появился у нас оппозиционер. И говорит, нет, это на 2-3 года снимает проблему, а потом опять будет коллапс, надо строить срочно западный обход. И мне пришлось ехать на совещание. Иван Петр Валерьевич проводил это совещание и доказывать о том, что это крайне необходимо в первую очередь для того, чтобы развить центр города даже на 2-3 года. А в перспективе большегрузная транспортная логистика пойдет через промышленную зону и будет выходить на Фриановское шоссе, минуя центр города. Убедил. Губернатор принял решение поддержать строительство моста. Соответственно, на данный момент предусмотрено в бюджете городского поселения Щелково финансирование на проектирование и изготовление проектно-цветной документации. Имеется, что проект планирования территории будет изготовлен и проектно-цветной документации на строительство моста. А сроки можно назвать? Остальную сумму будет давать правительство Московской области. Сроки назвать когда? Нет, в 2016 уже проектирование. В 2016 году, может быть, даже к концу года мы построим. Прямо построим. Может быть. Мы тоже рассчитывали, что у нас ФОК многофункциональный. Откроется до Нового года. Подрядчики подвели. Подвели подвоз материалов. Вот поэтому мы же как бы понимаем, что у нас есть желание. У нас есть возможности. Но все упирает в человеческий фактор. Но еще, кроме всего прочего, Ир, главное, знаешь, что? Чтобы каждый на своем месте очень оперативно и качественно выполнял свою работу. Вот, допустим, городские депутаты, независимо от партийной принадлежности, они приняли решение и в бюджете заложили средства на софинансирование по этому проекту. Вот сейчас вот показан вот этот вот железнодорожный мост. Это вот ориентир, да, где вот он примерно должен пройти, да, вот этот на улице фабричный. Ну да, проект будет там левее, правее, но самое главное, что вот здесь. Теперь мы перед этим с депутатами районными, с городскими вышли на место, с архитектором посмотрели. После этого у нас состоялся круглый стол Союза промышленников и предпринимателей, где обсуждались вопросы градостроительной политики. И вы знаете, вот в прямом диалоге, насколько те, кто вот в этой производственной зоне, да, осуществляет работы, насколько они поддержали, сказали, мы заинтересованы. Мы с депутатами вышли, вот в ту часть туда, к очистным сооружениям, и буквально минут за 10, пока мы там стояли, порядка 15 большегрузного транспорта, единиц, если не больше, прошло. А ведь все они прошли по пролетарке, через мост и вот туда вот в объезд. Миксеры все эти. Представляете, миксеры с бетоном и так далее. Поэтому я считаю, что на два, на три. Да мы за два, за три года можем вообще в коллапс транспортный впасть в Щелковском районе, если вот этого поста не будет. И там уже впали, Надежда. Уже впали, да. Мы сколько ехали с вами сюда? Подождите, вот вы... Ну я порядка сорока. И я порядка сорока. Коллапс-то, может быть, и впали в одном месте, но в другом зато этот коллапс разрешили. Открыли вторую очередь Чкаловского путепровода. Я поняла, а то мы в диалог впали, а у тебя... Я просто хочу напомнить, не только планов громадьё, но вот и реализованный проект, пожалуйста. Вы знаете, какие там пробки стояли на Чкаловском переезде. Теперь там дорога более-менее идёт. А если ещё дополнительные сегменты, элементы сделать развязок, то там вообще всё побежит. А вы знаете, Ирина, можно вот я вот здесь... Вот там дополнительный пойдёт дублёр ещё, там стороны радиоцентра. И, в принципе, там окончательно будет снята проблема. Вообще всё. Вы знаете, что очень важно? Вот смотри. Получается, что можно много там опонировать, говорить о том, что хорошо, что плохо. Но вот в Щёлковском районе, да, какие основные задачи ставило население несколько лет назад? Нужен родильный дом новый. У нас строится перинатальный центр, и в 16-м году он введён будет в эксплуатацию. Чкаловский переезд, я сама помню, сколько часов мы там всегда стояли, если ездишь в Москву, не знаешь... Это же были десятилетия. Нет, я просто хочу сказать... Нет, вот этот коллапс был, десятилетия. Да. Алексей Васильевич, знаю, как никто на Чкаловской живу. Вот, у нас эстакада Чкаловская введена в эксплуатацию. Мы сейчас говорим о строительстве моста, поверьте, он будет. Самое главное, чтобы были профессионалы, неравнодушные люди, которые, как наш губернатор, если дают слово... И решение губернатора. Его обязательно... Андрей Юрьевич, вы вовлечение губернатора уже имеете, по-моему. Да, потому что, вы знаете, когда Алексей Архипович подошёл и сказал, Андрей Юрьевич, я знаю, что если вы дали слово, вы его сдержите. А нам ещё нужно. Обязательно дублёрщин Чкаловская. Особие, да. Андрей Юрьевич, нам нужен, дайте слово. Поэтому... Дал? Слово дал? Слово дал. Слово дал. Выбор трассы идёт. Да. Проблема была только у нас в Лосином острове, в Национальном парке. Там 32 гектара мы захватывали Лосиного острова. Работа идёт, всё решается. Я уверен, что к концу или середине следующего года окончательно будет готова трасса. Выбор участков для того, чтобы проектировать трассу. Поэтому на самом деле, вы знаете, когда жители говорят, мы решаем... И Росавтодор уже готов, в принципе, заложить в бюджет строительство этой дороги обездной. Поэтому вот все наши фигуранты, даже когда открывали вторую линию путепровода, уже был показан проект, это дублёр от щелчка, который позволит разгрузить ещё дополнительно нашу всю транспортную логистику. Поэтому это здорово, всё идёт. Главное, теперь всё идёт в более короткие сроки. Если они же десятилетиями принимались решения по строительству путепровода, то теперь принимается, ну, 2-3 года. Это всё-таки поменьше гораздо, да не то, что гораздо, а сильно меньше. Позволю себе, уважаемые гости, сообщить вам, что мы с вами уже второй час пошёл, как в эфире. А мы готовы. Продолжаем разговор? Да. Отлично. Продолжаем. Давайте тогда поговорим о благоустройстве. Всегда на это жалобы возникают у людей. Вот здесь вот нам двор не делают, здесь нам то не делают, всё не делают. А мы сейчас докажем, и в том числе визуально, что делают. И Надежда Владимировна с коллегами-депутатами знает об этом как никто, потому что очень много у вас также было выездов по всему району, по разным поселениям. Смотрели, как там благоустраиваются детские площадки, дворы, детские городки. Вот поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. 77, да, если не ошибаюсь, дворовых территорий благоустроено, комплексно было. По району. Да, по району в этом году. Как вы оцените эту работу? Много, мало, надо больше? Вот, 10%. Нет, нет. Или мы и так больше головы продлили? Я же всё равно педагог по специальности. Как мне сын говорит, ты сейчас начнёшь это объяснять о царе гороху. Вообще, на самом деле, сейчас очень тяжело работать в исполнительной власти. Люди делают очень много. И отчитываясь, когда, да, о том, что 10% дворовых территорий согласно закону восходской области должно быть благоустроено. Должно быть благоустроено в соответствии со стандартами. Мы с депутатами вышли и посмотрели качество этого благоустройства. Потому что отчитывались очень много. Мы посмотрели, что сейчас совершенно другой уровень этих площадок детских. Все они идут с современным покрытием. Идут уже формы, безопасные формы. Я помню, как наш Государственный технодзор заставлял срезать качели, которые не соответствуют и так далее. Это идут современные. Посмотрите, какая великолепная площадка. Это травмоопасное оборудование. Конечно. Причем это все есть в различных поселениях. Не только в городе Щелково. Мы проехали практически все поселения. Везде посмотрели. Посмотрели, насколько качественно исполнено и закон Московской области, и указание губернатора. И то, что мы отчитались, действительно проделанной работе. Качественной проделанной. Ну где-то, знаете, были какие-то шероховатости. Но опять же, это сразу устранялось теми подрядчиками, которые выполняли эти работы. Мне кажется... Причем, знаете, очень интересно, что вот сейчас мы смотрим. Это двор, который благоустраивается в соответствии со стандартом. То есть это не только детские площадки. Это и освещение, это информационные щиты, это зоны озеленения, это парковки, это асфальтовое покрытие дорожек. То есть у нас вот такие есть комплексно благоустроенные дворы практически во всех поселениях. И дальше эта работа будет продолжаться. Насколько получается программа? На 4-5 лет, да? Программа будет до тех пор, пока все дворовые территории не будут благоустроены. У нас в Щелковском районе сколько? У нас столько, сколько будет как бы... Если я правильно помню, Наталья Викторовна Черна обещала в следующем году, плюс 10 процентов. Плюс 10 процентов, но будет больше. Потому что у нас недоработки с этого года остались, то, что мы не доделали, помойни, там будет больше гораздо. А вы знаете, самое главное, что у нас все главы в этом заинтересованы. Они прям вот это, ну как бы воспринимают как собственную такую ответственность очень четкую. Ну, есть, конечно, злопыхатели, сразу говорю. Вот мы когда благоустроили площадь Ленина, депутаты выделили на ее благоустройство 40 миллионов рублей. Соответственно, после того, как мы ее закончили благоустроить, экономия оказалась 20 миллионов рублей. Тем не менее, уважаемые депутаты, в том числе и наша уважаемая Наталья Николаевна, везде начала говорить, что мы потратили 40 миллионов рублей. Поэтому вот сейчас я под прямой эфир говорю, что потратили всего лишь 20, а 20 ушли сэкономленных средств на другие цели, и мы их вернули в бюджет. Поэтому работа такая благоустроительная, что всем кажется, что на ней что-то воруют. Но если кто-то у меня будет воровать, то, я же говорю, работать не будет. Надо экономить, надо делать больше, надо экономию с качеством, конечно же, симбиозировать. А по-другому нельзя. Надо каждую копеечку считать и вкладывать ее в то, чтобы людям жилось комфортнее и благоприятие. Александр Алексеевич, посмотрите, какая замечательная площадь получилась. И люди только благодарность говорили. Я не представляю себе ни одного человека, который бы сказал сейчас, вот зачем вы это сделали, и вы сделали не так. Хотя я могу сказать, что даже вот между нами были споры. Я приходила и говорила, боже, ну где же будет останавливаться транспорт, который привозит, допустим, в кинотеатр 5 звезд, приезжает, и так далее, и тому подобное. Я говорю, уважаемая Надежда Владимировна, людям нужна площадь по одной простой причине. Это место всеобщего притяжения. Они будут на ней собираться, они не будут гулять, им будет приятно на ней находиться. А машины найдут себе место, потому что там, вон там, площадка, там создадим еще дополнительные парковочные места. Как такси ушли оттуда. Алексей Васильевич, поподробнее, пожалуйста, о том, потому что это часто тоже спрашивают, где предполагалась парковка. И разработчики дизайна площади этого проекта, они говорили, что будет парковка, там, где перенадутся. Смотри, в следующем году уже будет делаться, благоустроиться улица Шмидта, улица Парковая и улица Зубеева. Практически там уже асфальтировка прошла. Вот там предусматриваются дополнительные парковочные места. Пешочком можно пройти. Я думаю, что люди не рассыпятся. Вдобавок, там будет еще, вы знаете, одна набережная у нас сейчас, я не знаю, как вы ее назовете. Это уже, наверное, какое-нибудь публичное слушание. Да, 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 какой-нибудь надо... Вот это будет набережная, потом набережная Серасима Саровского. Жители Щелкова. Жители Щелкова, я-то приезжаю и уезжаю у вас, а вы здесь живете. Это вам так кажется. Ну, я какое-то время приезжаю, пока вы не определитесь со следующим кандидатом. Что такое жизнь? Это то время, которое вы здесь проводите или спите дома? Жизнь – это дорога, работа. И чуть-чуть поспать. Вот у нас получается одна набережная, вторая набережная, которая соединяется под мостом. Потом мы проходим сюда, на площадь, и потом по парковой пошла пешеходная зона. Споры идут. Молодежь в социальных сетях со мной спорит, лично спорит, говорит, нет, не надо, машины должны ездить. Ну, не должны машины ездить. Мы должны придумать такую логистику транспортную, чтобы машины по парковой улице не ездили. Пешеходные. Слушайте, а город Узвенигорода дали премию прорыв года за то, что они сделали пешеходную зону. Представляете, какой у них будет возможность оттуда с колясочкой пройти туда и потом в парк. Не знаю. Это же здорово. Вы приехали с коллегами в Казань, летом ездили. Пешеходная улица, красивая, с красивыми скульптурами, люди ходят, отдыхают, фотографируются, сидят в кафе. Понимаешь, в любом достойном, уважающем себя городе должна быть пешеходная улица. Пешеходная улица. Вот. Это раз. И второе, что я хочу сказать. Вы знаете, какой был самый большой аргумент в наших спорах. Я же тоже опасалась. Я выражала мнение жителей, которые обращаются по поводу реконструкции площади. Мы сидели, потом, если вы говорите, что мне дошло. Ну, неужели центр нашего города должен быть большой стоянкой? А получалось, что так? А теперь у нас центр города. Это место, где люди гуляют, отдыхают, катаются на горке, если это зимой. Правильно? Отдыхают в знойный полдень около фонтанов. Или вечером парочки могут уединиться на лавочках и говорить о возвышенных чувствах. Сейчас о возвышенных чувствах поговорим с телезрителем. Нам дозвонился зритель, человек. Давайте послушаем, о чем будет вопрос. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос к Алексею Васильевичу. Алексей Васильевич, у нас это микрорайон Чкаловский. Я Евгения Афанасьевна. От имени жителей Чкаловского микрорайона говорю. У нас сегодня очень плохая обстановка по мусору. Мусор, вывозящие компании, просто-напросто в некоторых местах освободили ящики от мусора. Мусор лежит на дороге. Вот. Ну, я думаю, вы приняли какие-то меры какие-то действиями. Потому что я в вас верю и у вас бывают часто на плодерках. Спасибо, поняли вас. Ответ, пожалуйста. Неприятная ситуация, когда мусоровозящие компании решили забастовать перед Новым годом. Это бывает у некоторых наших коллег. Мы относимся к ним как к партнерам, поэтому нашли уже другую мусоровозящую компанию, которая в течение двух дней с задачей справится. Я уже видел колонны, которые подвозят и бункера, и контейнера. Мы ни в коем разе не умаляем достоинства прежних компаний. Но надо было каким-то образом немножко подождать. Потому что ситуация сложилась так, что МОСУ Обл.ЕИРЦ не может пока перечислять деньги на оплату счетов по вывозу мусора. Так как не открыты спецсчета. Надо было немножко подождать. Мы просили их, встречались с ними. Подождите, пойдут деньги. Сейчас пойдет расщепление. Нет или давать перед Новым годом, или мы не будем больше убирать мусор. Наши увещевания, к сожалению, не привели к тому эффекту, который хотелось бы. Поэтому зашла другая мусоровозящая компания, которая в короткие сроки справится с проблемой. Но я прошу прощения, что так получилось. Прошу прощения еще раз у всех жителей, которые сейчас испытывают неудобства и дискомфорт. Ясно, спасибо. Вот раз тему уже КХ подняли, позволь себе ее продолжить. Вы, Алексей Васильевич, придумали горячую линию, которая себя зарекомендовала хорошо в Щелковском районе. Потом появился областной портал Добродел. Вот это вот взаимодействие жителей с властью таким образом, насколько оно оправдано, насколько оно помогает. И, может быть, нашу горячую линию тоже надо более высочую горячую линию, Доброделы, открытый портал, они необходимы. И все соцсети, и Инстаграм, и ВКонтакте, и в Твиттере. Все, которые жители мне пишут, я первым делом стараюсь на них реагировать. Реагировать правильно, устранять. Все-таки, конечно, администрация несет ответственность за все. Практически за все. Но те недобросовестные исполнители в виде управляющих компаний, те недобросовестные исполнители в виде мусоровозящих организаций, вообще вот этот такой вот на данный момент, будем говорить, эпоха перемен в ЖКХ, она, конечно, затянулась. Затянулась по одной простой причине. Я в самом начале говорил, что управляющие компании, которые работали раньше и были аффилированы кому-то или конкретным людям, или группам людей, они просто по большому счету на свою работу не обращали внимания, относились к ней не удовлетворительно. Я готов был более резкие выражения применить здесь, но тем не менее надо было так работать, чтобы они поняли, что они ранимы, что мы можем их поменять, мы должны их поменять или воспитать. Тогда будет процесс. Но это не делать сразу. По опыту скажу. Три года мне ушло в Химках, чтобы наладить эту работу. Наладить работу так, что когда мы уходили, вот когда пришла новая администрация Шахова, у нас в ДЭЗе была экономия порядка 100 миллионов, прибыль, порядка 100 миллионов. Мы за эту прибыль и за эту экономию ремонтировали подъезды текущим ремонтом, делали благоустройство за счет внутренних средств. То есть там шла целенаправленно работа, что уже мы вошли в программу капитальных ремонтов, что каждые 20 лет готовы были ремонтировать каждый подъезд и ремонтировали, а текущий раз в 5 лет. Отремонтировали очень много лифтов, там практически у нас не было такого убожества, как эти разбитые почтовые ящики. Все было отремонтировано. Входы были все отремонтированы. То есть программа работала, когда работают управляющие компании не по мошенническим схемам, а по открытым схемам для жителей. И вот задача, конечно, чтобы у нас в Щелково появились такие управляющие компании, которые открывались бы по любому запросу. Надо пакет документов, пожалуйста, пакет документов. Надо, пожалуйста, вам сайт этой управляющей компании. Смотрите, непростая работа, сразу скажу. Я сказал, три года у меня ушло, когда я начал с начальника управления, потом зам по ЖКХ стал в Химках, и как эту работу проводил. И думаю, что и здесь эта работа придет к такому же результату. Только времени меньше. У нас не три года. Сейчас времени нам меньше дается гораздо и требует больше эффективности, потому что есть рейтинги, показатели, есть оценки нашего труда, поэтому приходится работать еще более интенсивнее. Я хочу привести пример, в том числе видеопример. Опять-таки к тезисам губернатора возвращаясь, житель всегда прав и результат рулит. Покажите, пожалуйста, картинку недавнего вашего выезда на Пролетарский 4, корпус 1. Почему? Хочу показать именно этот случай. Мы очень много показываем, как вы проверяете ту или иную работу, тот или иной объект. Выезжаете, ругаетесь, заставляете, убеждаете, все в итоге делается. Вот вы ехали, поговорили с людьми, вы пришли, все, они с вами поговорили, будем считать так, лайки собрали, все хорошо, уехал. На этом съемка закончилась. Но немногие знают, что тем же вечером, вечером того же дня вы еще раз уже без комиссии уже сами поехали на этот дом проверить, как выполняется ваше поручение. Вот это единичный случай или таким образом приходится воспитывать, заставлять работников ЖКХ, управляющей компанией, делать свою работу, ту, на которую у вас, как вы говорите, в Химках ушло 3 года. Вот смотрите, здесь просто непрофессионализм людей. Я поставил задачу утром, объяснил, что надо сделать. Понимал, что на теплообменник не добавить ячеек, поэтому просто сказал, включить дополнительные насосы, сделать дополнительную градацию по температурам обменника, и чтобы тепло пошло. Но, к сожалению, ничего не сделали. Поэтому жители, я дал телефон свой, сказал, если не изменится температура, позвоните мне в 18 часов, я приеду. Они мне позвонили, где-то часов 17. Я сказал, в 18 я там. ЖКХ собрал лучших специалистов, запустили, и все пошло. Поэтому это случай не единичный, но прискорбный. Все-таки низкая квалификация нашей управляющей компании не сказывается на подобного рода таких проблемах. Ждать, конечно, чтобы квалификация была повыше. Но, тем не менее, тот человек, который меня обманывал утром, почему-то скрылся, его там не было. Инженер, который отвечал за работу этой аппаратуры, теплообменник. Поэтому вот как есть. Спасибо. От того, когда люди непрофессиональны и равнодушны. Вот эти два качества надо искоренять. Это непрофессионализм и равнодушие. Вот и все. Хорошо, спасибо. Вот все-таки мне режиссер подсказывает, что надо нам скоро завершать уже наш эфир. А я еще обещала же, что мы вернемся к теме прорыва года, к той самой премии, которую, как вы сказали, она вот откуда-то неожиданно появилась от губернатора на самом деле, которую вы направили на благие дела. 24 декабря вручалась премия, губернаторская премия «Прорыв года». Было 12 номинаций всего. Это среди всех муниципальных образований. И Щелковский район оказался в одной из них. Номинацией называется «Гражданский диалог». И вручается премия за взаимодействие с институтами гражданского общества. Я думаю, что наша встреча в эфире сегодня – это тоже одно из проявлений этого гражданского диалога. А также вы, и Надежда Владимировна, тоже, вы одними из первых, наверное, если не первыми в области, встретились с блогерами нашими Щелковскими. В первой пятерке, я бы так сказал. Да, теми, кто активничает в социальных сетях. На благо, надо сказать, активничает. Прошел форум «Идеология и лидерство». Прошла масштабная встреча во Дворце культуры. С жителями. Тоже все это проявление гражданского диалога. Какой эффект от этого взаимодействия? И саму премию-то вы как вообще расценили? Я вот так могу сказать. Когда мы первый раз встретились с председателем ДНТ и СНТОНТ, у меня было полное отторжение. На них никто не обращал внимания. К их проблемам относились наплевательски. Я не смею, конечно, критиковать прежних моих коллег. Но все-таки это такая очень эффективная часть гражданского общества. Очень полезная часть гражданского общества. Она порядка 10% нам приносит ВВП по сельхозпродукции. К ней, конечно же, относиться. Да плюс все там люди такие, все активно, неравнодушные. И вот прошел год. Совсем другая атмосфера, совсем другое отношение. Мы многим очень помогли. Ввели в правовое русло работу с ними. Оформили все документы. Оформили участки. По всем проблемным вопросам, которые касались конкретных товариществ, конкретную юридическую помощь оказывали. Даже на суды уже ходили, зная, что мы их поддержим на судах, а не будем отторгать их требования. Потому что они правы. Они столько лет работают на этой земле. И так далее. Если взять мои встречи с жителями, я всегда встречаюсь как товарищ. Если с бабушками, как сын. Если с молодым поколением, ну как отец. У меня же тоже дети, внуки. И я понимаю, что нельзя по-другому. Власть это, это должно быть рабское существование перед людьми у власти. Вот я пришел служить народу, а не народ служить мне. Я должен делать все возможное, чтобы люди почувствовали, что у власти не только есть кабинет, машина и другие атрибуты ее. А именно человеческое отношение ко всем проблемам, которые существуют. И мои коллеги, и совет депутатов наш, мы все нацелены на то, чтобы не только сформировать диалог в гражданском обществе, но и полное взаимопонимание в нем. Чтобы мы понимали все нужные запросы наше общество и шли навстречу ему. Делали все возможное. Да, много обращений. Да, много жалоб. Да, не успеваем по многим вопросам отреагировать. Но если у нас есть время рабочее, есть нерабочее время, мы работаем только над тем, чтобы помочь людям, в первую очередь, поддержать их. Потому что их больше некому поддерживать. Вот над этим работали. Поэтому, скорее всего, там увидели, какие-то рейтинги составили, сделали нам такую оценку прорыва года по гражданскому диалогу. За активную жизненную позицию нашей власти. И представительной, и исполнительной. Вы тоже от диалога никогда не уходили. Я никогда не уходила от диалога. И могу сказать только одно. Что, вы знаете, можно говорить там премию, вручили, зато не зато. Я же общаюсь с жителями, так же, как общаются с жителями депутаты. И жители сейчас в открытую говорят, да, есть повседневные проблемы. Их надо решать. Но самое главное, что внутри нашего общества, внутри структур, власти различного уровня, поселений и районов перестало осуществляться какой-то антагонизм, какая-то борьба. Понимаете? Вот этого не стало. И поэтому власть в едином ключе, в едином порыве, в едином фронте, думаю, господи, фронт – это борьба. Нет, в едином порыве она откликается на взаимодействие с обществом, с общественными организациями, просто с жителями. Вот Алексей Васильевич в сетях, я в сетях. И, естественно, что каждому отвечаешь, каждому хотим помочь. И, естественно, помочь в законном поле, в правовом поле и в меру своих сил, которые возможны. Ну, я не знаю, как. Поэтому я считаю, что в Щелковском районе это действительно прорыв. Это прорыв за многие-многие-многие годы, когда мы все вместе движемся в одном направлении, работаем на улучшение качества жизни жителей нашего района. Спасибо. На красивой еноте можно было бы завершать, но у нас скоро Новый год. Мы не можем об этом не поговорить. И в том числе поговорить в том ключе. Вот на экране появляются красивые картинки того, как город в этом году украшен к Новому году. Наверняка ведь был выбор деньги сэкономить. Или все-таки жители порадовали. Что хочет женщина, то хочет Бог. Надежда Владимировна заказала, мы исполнили. Надежда Владимировна наверняка медведь заказывала. Заказы выполняли. Знаете, Алексей Васильевич, Надежда Владимировна вчера, выезжая из Мунина, мужу говорю, слушай, давай проедем через Лосин-Петровский. Не могу, меня прям вот поддергивает. Неужели у них там что-то есть получше, чем у нас в городе Щелково и в наших поселениях? По Щелковскому штуку. Давай заедем в Медвежьи озера, посмотрим, как Владимир Николаевич украсил Канахин. Вспоминаю, буквально там года два назад на Новый год попали в Будапешт, и я по проспекту Андерша, когда шла и видела, насколько вот освещен. Ведь понимаете, когда зрительно мы видим вот такие вот образы новогодние, когда мы видим свет, вот такой добрый свет, у нас и в душах становится гораздо лучше. Поэтому город наш преобразился, он украсился, и я думаю, что с каждым праздником это украшение будет все лучше, лучше, из года в год. Очень, так сказать, мне хочется сказать слова благодарности, опять же, нашему социально ориентированному бизнесу, предпринимателям, которые помогли нам в том, чтобы сделать наше поселение, наш город, наши поселки лучше и краше. Потому что это, извините, не все за бюджетные средства сделано, далеко не все. Есть те, кто просто помогает. Практически все же сделано за небюджетные средства. Все практически небюджетные. И я могу назвать, если позволить, коллеги. Представляете, как ребятишки радуются, даже на эту прелесть. Наших главных меценатов. Это у нас Каракотов Салис Добаевич, Анекен Григорий Валерьевич. Это у нас Игорь Викторович Ларин, Гольберг, Владимир Львович, фирма Рековери, Сурин и Кирилл. Ну и еще ряд меценатов, которые бескорыстно подошли к тому, чтобы город украсился. Есть муниципальные предприятия, это электросеть наша, это водоканал наш. То есть они тоже внесли свой весомый вклад в оформление города к Новому году. И вот, Ира, перед Новым годом могу сказать, совсем буквально суббота-воскресенье. Прошло шествие Дедов Морозов, пусть немножко под дождем. Прошли елки главы района, главы города. Сейчас у нас социальные елки идут во всех поселениях. Жители подходили, говорили, вы знаете, Надежда Владимировна, они чуть не хуже, чем в Москве. А даже, может быть, и лучше. И не нужно ехать с детьми. И мы можем в нашем городе Щелково зайти в наш Щелковский театр, посмотреть великолепное представление. Прийти на праздничные мероприятия, погулять по улицам города и насладиться той обстановкой, которую создали власти. Которые, как сказал Алексей Васильевич, являются рабами для народа. Алексей Васильевич, у вас хоть сколько-нибудь новогоднего настроения-то есть? И вы все думаете о том, как вы 31 декабря будете ловить инвестора в Щелковский район? Другая цель, я скажу. Там антитуристическая защищенность будет в 31. У нас завтра уже антитуристическая миссия. Наша самая главная задача – обеспечить безопасность. Вы сами понимаете, что это коллегиальный труд всех служб и в том числе администрации. Мы будем работать над этим вопросом. Это основной вопрос для того, чтобы жителям спокойно встретился этот праздник, спокойно отдыхалось, безопасно. А тем не менее, я искренне желаю всем жителям Щелковского района добра, успехов, благополучия, здоровья. Чтобы в каждой семье была радость, в каждой семье. Дай Бог вам, чтобы у вас состоялось все ваши желания. И в семьях ваших было добро, лад и склад. А какие планы на 1 января? 12 января проверяю. Нижназерский, Нижназерский садик. Увидимся на работе, значит. Надежда Владимировна, ну хоть с вами мы можем поговорить о Новом Годе? В плане как о Новом Годе, о празднике, а не о работе. Да, можем. Можем, да? Вы готовитесь к Новому Году? Я сегодня, Алексей Васильевич, извините, но хотела вам принести, мне девчонки распечатали, кто такая бабушка? Там было очень много написано. Бабушка – это жена дедушки. Нет, там была очень интересная фраза. А кто такой дедушка? Это муж бабушки. Нет, дедушка говорит, это тоже бабушка, но только он играет с внуками обычно. Имеется в виду, что это люди, у которых есть свободное время для того, чтобы пообщаться с внуками. Но я к чему это говорю? Я как бабушка. Прежде всего поставила ёлку, потому что мне очень хочется, чтобы внучка подошла к большой ёлке и нашла там подарок. Поэтому я хочу, чтобы все жители щелковского… Я видела вашу ёлку, вы её в твиттер выложили. Да, чтобы все жители щелковского, кто не поставил ёлку, обязательно её поставили, обязательно её нарядили, обязательно порадовали чем-то своих близких, какими-то подарочками, большими, небольшими сюрпризами. Обязательно придумали что-то новенькое на новогодний стол или, может быть, сделали традиционное какое-то блюдо, подготовили. Салат оливье, селёдка под шубой. Я помню ещё печень трески. У нас это традиционно. Вот видите? Печень трески в яйца, помните? Да, да, да. Фаршированные яички такие. Я всегда говорю, мать, чтобы мне вот эти три блюда обязательно на Новый год сделать. Ну, я уже говорила, что у нас традиционно на Новый год, поскольку всё-таки пост идёт, будет фаршированная рыба, это обязательно. Будем делать обязательно яблочный штрудель, ну и ещё там ряд салатов, которые мы очень любим в семье, но оливье без него вообще, мне кажется, Новый год не происходит ни в одной семье. Поэтому давайте соблюдать традиции в семьях. Может быть, какие-то новые зарождать традиции. Обязательно загадывать желания, потому что я считаю, что новогодние желания, они сбываются. И всем здоровья, мира, благополучия и счастья. И очень хочется, чтобы каждый дом, а ведь Щелковский район, город Щелково, это тоже наш общий дом, был уютным, тёплым, добрым. И чтобы там жила большая дружная семья, в которой радуются дети, в которой уважают и уютно старшему поколению, и в котором стабильно, мирно чувствуют себя среднее поколение. Вот хочется такую большую семью в Щелковском районе, честно говоря. А чтобы любовь была чистая, мы должны работать день и ночь. Чтобы в городе было всё создано для того, чтобы... Когда салат оливье-то делать? Ну, это же жена будет делать. Ну, я и, простите, у меня нет жены, можно я салат оливье? Да, да, вам-то, да. Вам-то придется на семью поработать немножко. Извините за такую шутку. Не будем забывать, Надежда Владимировна всё-таки хозяйка в доме, и поэтому ей-то надо обязанности жены на себя взять хотя бы не на долго. Бабушки ещё, бабушки. Про бабушку вы уже сказали. Там ёлка, подарки, всё. А Алексей Васильевич в 12 часов дня объезд, мы поняли, 1 января. У него есть жена, которая бабушка. Спасибо, Надежда Владимировна и Алексей Васильевич за то, что пришли сегодня. Поделились хорошим, я надеюсь, настроением предновогодним с нашими телезрителями. Я вам пожелаю, чтобы работа в Щёлковском районе приносила вам радость, чтобы исполнялись все планы, которые вы задумали в этой работе. А всех, ну и вас, конечно, и всех зрителей, с наступающим Новым Годом. Всем добра и мира. Всех уважаемых щёлковцев. С Новым Годом! Вот так вот у нас прошёл сегодня диалог. Спасибо всем, кто нас смотрел. Всего доброго. Оставайтесь на Щёлковском. С наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова